В 1988 году, после возвращения во Владимирский Централ, за Шуриком стали замечать первое проявление открытой неприязни кавказским ворам законе. Он стал отстаивать идеи превосходства славянских авторитетов, противопоставляя им лаврушников, воров, как правило, кавказского происхождения, которые просто покупали свои статусы. Стоит отметить, что Шурик не был нацистом. Среди его сторонников были, например, вор Уйгурс Рустам Габазов Рустик и вор армянин Гайг Еваркян Гога Ереванский. В какой-то момент Шурик перестал видеть грани между настоящими грузинскими ворами в законе и позорящими их лаврушниками. По колониям и тюмям пошла малява, под которой помимо Шурика подписывались еще четыре славянских авторитета. Авторы призывали воров славян отбирать власть у кавказских авторитетов и устанавливать свои законы. Кстати, одним из тех, кто поддержал Шурика в его призыве, был известный своей печальной судьбой авторитет Владимир Щанкин, Чайковский. В 2000 году он принял решение отойти от дел, ударился в религию и в сентябре 2016 года сгорел при пожаре в Свято-Воскресенском мужском монастыре, расположенном в деревне Иструки, Челябинской области. В 1989 году, когда срок Шурика подошел к концу, вор прибыл в столицу. Первым делом он собрал греб для зеков одной из колоний, где ему довелось побывать. По некоторым данным, для Волоколамской зоны. Гуманитарная помощь для арестантов заняла шесть грузовиков. Внутри многочисленных коробок лежали колбасы разных сортов, банки с медом, конфеты, шоколад, крупы, а также водка из сигареты. Убедившись, что греб доставлен, Шурик принялся за старое. В компании воров-единомышленников, грозы лаврушников, Андрея Исаева роспись, а также нетерпимого кавказским купленным авторитетом Алексея Петрова Петрик, он принялся устраивать собрания, о целях которых обеспокоенной страже порядка лишь смутно догадывались. Правда была в том, что славянские авторитеты собирались дать бой кавказским бандитам. К тому моменту Шурик отчаянно желал установить свои порядки в подмосковной Балашихе, где негласным правителем считался один из первых чеченских воров в законе султан Даудов. К слову, его в свое время, как и Шурика, короновал Василий Бузулутский. Поначалу Шурик пытался избавиться от Даудова мирным путем, предъявить претензии, раскороновать конкурента, но сделать это так и не удалось. Султан оказался также идейным вором, который, несмотря на все свои финансовые возможности, предпочитал вести скромное существование в соответствии с воровским кодексом, что часто раздражало замешанных в криминале земляков.